Возможно, что скоро учёные разгадают самую интригующую тайну Вселенной и скажут, как открыть врата в параллельные меры. В 2017 году в Великобритании появится суперлазер мощностью в 200 петаватт. Это больше, чем Земля получает от Солнца и в 100 тысяч раз мощнее, чем вырабатывает вся наша цивилизация. Невероятная сила лазера будет сконцентрирована в одном невероятно коротком импульсе, который продлится меньше триллионной доли секунды. По словам учёных, выстрел сможет прожечь пространство и время и открыть ходы в иные измерения. В полдень 24 ноября 2013 года в кабинете библиотекаря Фариды Аидбаевой жительницы башкирского села Старосуханбулова неожиданно раздался звонок. Это был её знакомый, дарегат Ямалов. Мужчина взволнованно сообщил, что в эту самую минуту на фоне Уральских гор вдоль трассы наблюдает невероятное явление. По дороге стали идти, увидели город. Город, состоящий из нескольких домов, высотных домов, пяти, девяти, двенадцати этажных, примерно предположительно вот так. Мы этажей, конечно, не считали. Дома с окнами, но город мёртвый. То есть со всеми улицами, но там живого никого и ничего не увидели. Чётко видим аэродром. На этом аэродроме видим самолёт кукурузный. Мы видели, как передвигался поезд, не увидели, как поезд останавливался. Мы стали очевидцами этого происхождения, не понимали, что вообще происходит. Очевидцев на месте становилось всё больше. По их словам, призрачный город не просто стоял, а передвигался. Погода была ясная, поэтому пустынные улицы и храмы таинственного города были видны, как на ладони. Изменился также и цвет неба. Оно окрасилось в синий-зелёный цвет. Вот когда к городу подъезжаешь какому-нибудь, современному городу, и вот издалека виден вот этот город, и у нас видение вот тоже такое же было. Настоящий город с улицами, с проспектами, с многоэтажными домами. Но просто нам показалось, что этот город неживой, нежилой какой-то, потому что никакого движения там не было. Прошло два часа, прежде чем мираж исчез. Город просто растворился в воздухе. Но за это время очевидцы успели сделать несколько десятков фотографий. Эти снимки и видеозаписи послужили доказательством уникального феномена. Вот как выглядел этот странный город-призрак. Что же произошло в этой малонаселённой заповедной части Уральских взрывов? Всех присутствующих лиц, которые здесь именно принимали участие, пригласили на прямой эфир на баскетской спутнике телевидения. Там несколько человек участвовали, один из них физик. Мне понравились его слова. Он сказал, что это, скорее всего, параллельный мир. Скоро мы начнём общаться с этим параллельным миром. И, возможно, в ближайшем будущем мы и начнём там жить. Эксперты сходятся во мнении, что в Башкирии случился хрономираж. Отражение реального города, который на этом месте построят в будущем, или который уже существует в параллельном мире. Башкирский хрономираж стал самым шокирующим аномальным явлением за последние годы. Во-первых, такое массовое наблюдение случается крайне редко. Во-вторых, его удалось зафиксировать на камеру. В-третьих, загадочные явления там продолжаются. Приехал ещё раз посмотреть на наши Уральские горы. И тут уже вот от этих гор, левее, на километр, я вижу, как будто там перед скалой сидят, перед костром. Как такого я людей не вижу. Ну, вижу, что дым, дым поднимается на уровень скалы. Скала красного такого света, красноватого света. Дым поднимается на уровень скалы, и дальше никуда не расходится. Как возникают хрономиражи? Что всё это значит? Почему именно в этом месте люди увидели странный город? Есть ли хоть одна научная теория, которая это допускает? Уральский спелеолог Ольга Червецова изучает кальциты пещер Урала. Она утверждает, что город-призрак – редкое природное явление, которое учёным только предстоит изучить. Оно связано с неизученными свойствами кристаллов, в частности, так называемого горного молока. Это самая загадочная форма, которой до сих пор в науке неизвестно, за счёт чего она образуется, несмотря на то, что она была впервые открыта, описана аж в 1555 году. В пещерах эта форма минерализации очень сильно распространена. То, что видим белое, оно на самом деле не белое. Просто оптический эффект. Специалистам известны загадочные свойства других горных кристаллов – кварцитов, которые способны генерировать электромагнитные волны. Под собственной тяжестью кварц формирует нужное электрическое поле. Этот эффект называют пьезоэлектричеством. Возможно, в некоторых местах он настолько силён, что создаёт особое электромагнитное излучение, которое способно приоткрыть врата или перенести нас в иные измерения, в том числе, прошлое и будущее. Время имеет своё поле. И вот в этом поле существуют, назовём их так, некие аномальные участки. Их называют хроно-ямы. Именно с хроно-ямами всегда сопряжены так называемые хронокоридоры. И весь космос, он такими каналами, можно сказать, изрезан. О возможности перемещения во времени стали говорить только в 1905 году, после того, как Альберт Эйнштейн опубликовал теорию относительности. В ней он доказал связь пространства и времени и показал их гибкость и изменяемость. Эйнштейн немножко подправил Ньютона. В каком смысле? Он сказал, что у Ньютона всё правильно, но только когда у вас скорости, много меньше скорости света. А если скорости приближаются к скорости света, а это может быть вблизи сильно тяготеющих тел, появляются отклонения от Ньютона. И это была теория Эйнштейна, основанная на геометризации так называемой пространства и времени. Он пространство объединил со временем. Вот мы дальше об этом поговорим. Так вот, и это отклонение реально наблюдается в эксперименте. Вот что важно. То есть это теорию Эйнштейна стали проверять. Есть порядка пяти эффектов Эйнштейновских, которые сейчас проверены с достаточно хорошей точностью и подтвердили, что прав Эйнштейна Ньютон. Иначе говоря, путешествие в пространстве связано с путешествием во времени, а время связано с гравитацией. Уравнение Эйнштейна при этом допускает существование разных типов машины времени. Одна из них предусматривает использование черных дыр, вокруг которых образуется мощное гравитационное поле. Все объекты рядом с черной дырой достигают необходимой скорости света и становятся способны на мгновенное перемещение. По теории Эйнштейна, черная дыра может быть и машиной времени. С помощью так называемого моста Эйнштейна-Розена. Это и есть как раз, как люди говорят, портал, или физики назвали мостом из одной Вселенной в другую, когда можно и поменять свое время, переместиться в другую эпоху. Например, если перемещаться со скоростью света, то можно увидеть, что Земля замедляется. Человек, который отправится в путешествие со скоростью света на два дня, по возвращении обнаружит, что на Земле прошло четыре года. Выходит, что законы физики вполне допускают мгновенное перемещение в пространстве и даже путешествие в будущее. Теоретически это возможно. Но как же это проделать? Удивительно, но законы физики вполне допускают и путешествие в прошлое. Наша Вселенная, кроме вакуума, заполнена еще и загадочной темной энергией. Это вещество с положительной плотностью и отрицательным давлением обладает немыслимым на Земле свойством антигравитации. Сила тяжести действует в обратную сторону, не притягивает, а расталкивает предметы в сторону. Такая энергия множит вблизи поверхности нашей планеты так называемые кротовые норы. Благодаря им становится возможным путешествие в прошлое. Вам потребуется открыть дверцу в тоннель и начать по нему движение в любую сторону. Вперед или назад. А вот с кротовыми норами пока есть проблемы. То есть решения такие, конструкции теоретически есть. Но никто не знает, как ее сделать. Вот в чем проблема. То есть физика единственное может сказать, она должна быть вот изначально сделана, каким-то образом создана. Некий способ есть. Это с помощью фазовых переходов в пространстве времени. То есть можно создать кротовую нору спонтанно, используя методы и законы квантовой механики. Но опять это процесс неконтролируемый, и умения, и знания, как это сделать, у нас сейчас абсолютно нет. Возможно, кто-то уже подобрался к этому способу. 1974 год. Университет Мэрилэнда, США. Студент Фрэнк Типлер получает от своего научного руководителя тему будущей диссертации, которая называется «Возможности глобального нарушения причинности». Изначально я назвал ее «Как сделать машину времени». Но мой научный руководитель счел это слишком радикальным, поэтому я изменил название. Когда я исследовал это, я думал, можно ли сделать настоящую машину времени. В рамках общей теории относительности великим математиком Куртом Гёдделем впервые была исследована возможность путешествий назад во времени по замкнутым временно подобным траекториям. Австрийский логик и математик Курт Гёдель математически доказал, что если бы астронавт отправился в полет к далекой звезде и обратно со скоростью света, то мог бы заглянуть на тысячи лет в будущее Земли. Он вывел вращающуюся космологическую модель Вселенной, которая заставляет пространство и время искривляться так сильно, что они образуют петлю. Все это натолкнуло Фрэнка Типлера на идею создания машины времени. Я исследовал возможность быстрого вращения очень большого цилиндра. Я открыл, что достаточно быстро вращающийся цилиндр позволит совершить перемещение во времени. Если космический корабль будет двигаться по спирали вокруг такого цилиндра, то в определенный момент он окажется в пространственно-временном портале, выйдя из которого окажется за тысячи лет от момента времени старта. Но что же помешало ученому построить машину времени еще в далекие 70-е годы? Как утверждает сам Фрэнк Типлер, для создания такой машины понадобится материал, который весит в 10 раз тяжелее Солнца. Сделанный из него цилиндр нужно заставить вращаться с немыслимой скоростью в миллиарды оборотов в секунду. Рецепт очень простой. Возьмите источник сильного гравитационного поля. У себя в мастерской, в кладовке купите, сделайте. Вот, раскрутите его, если оно не вращалось. И вот вам машина времени. Нет проблем. Нет тайны. Есть загадка, как сделать. Знаний не хватает, умений не хватает. Ученые надолго застряли в поисках чудовищной энергии и фантастически тяжелых металлов для создания машины времени, пока не обратили внимания на революционную теорию, которая появилась еще в начале 20-го века. Она предлагала простое решение – уменьшить размеры машины и перемещаемых тел. Так, благодаря квантовой физике, в 21-м веке только на территории России появилось более пяти образцов машин времени. Например, машина времени, ближайшая к нам, находится в городе Троицке под Москвой, в Институте ядерных исследований, в котором я им учесть работать. Другая машина времени находится в Дубне, третья находится в Протвино, значит, тоже Московская область, а четвертая находится в Новосибирске. И там их и делают. Эта машина времени называется ускоритель. И на этих ускорителях продлевают жизнь нестабильным частицам в тысячи раз. Теория квантов зародилась в начале 20-го века, когда идеи классической физики не смогли объяснить многочисленные аномальные наблюдения. Именно она успешно объяснила такие феномены, как радиоактивность, антиматерия и, как оказалось, механизмы по преодолению времени. Частицы, допустим, короткоживущие, при увеличении скорости живут дольше. Взять мемезон. В покое он живет одну микросекунду. Если его разгонять, чем вы сильнее его разгоните, если скорость у вас близка к скорости света, он может жить и часами. Вот это и есть в каком-то смысле машина. Вот в этом смысле это и есть машина времени. Что при большой скорости время удлиняется. Вот как это выглядит в реальности. Мы находимся на территории электрон-позитронного коллайдера, который имеет название ВЭП-2000. Это энергия в системе центра масс. Это новейший ускоритель, который был спроектирован и построен в Институте ядерной физики. И все, что вы здесь видите, все это изготовлено здесь, в Институте. Это представляет собой как бы кольцо, в котором из того здания перепускаются электроны по каналам и позитроны в противоположном направлении. И вот в этом кольце навстречу друг друга со скоростью света 60 миллионов раз в секунду они встречаются в двух местах встречи. И, собственно, детекторы регистрируют продукты их распада. И, собственно, это и исследуется. Когда ученые наблюдали за фотонами, заметили, что даже один фотон проявляет свою способность принимать разные формы. Это можно представить в виде того, как если бы вы были обычным цельным человеком и вдруг могли бы превратиться в облако газа. Но самой удивительной способностью квантовых объектов является то, что они могут существовать параллельно не только в нескольких состояниях, но и одновременно в нескольких местах. Идея о том, что могут быть дополнительные пространственные измерения, она идет, расходит к 25-му году, это прошлого века, соответственно, это идея Кауц и Кейна, что могут быть дополнительные пространственные, вот очень важно, пространственные измерения. Но мы их не видим. Квантовая физика убедительно доказывает, что прошлое, будущее и настоящее могут не следовать друг за другом, как мы привыкли думать. Все эти времена существуют параллельно и у каждого мира могут быть свои законы. С этими проблемами, которые мы сейчас обсуждаем, реально связаны еще выдающиеся достижения последних 20-30 лет в такой науке физической, которая называется космология. Это развитие привело к тому, что название Вселенной или Наша Вселенная оказалось совершенно устаревшим, его надо сдавать на свалку. А теперь правильно Вселенную называть не просто Вселенной, а мультивселенной. Оказывается, эти понятия зафиксированы и в древних текстах. Египет, Индия, Тибет. Даже народы Мезоамерики знали, что можно подчинить себе время. Время – это природный феномен, но феномен, которым человек может управлять. И вот тогда, когда человек начинает осознавать, что такое время, он получает доступ к возможности увидеть прошлое, увидеть настоящее и увидеть будущее. Во многих древних текстах мы можем столкнуться, и современная физика, кстати говоря, начинает поговаривать о том, что не существует ни прошлого, не существует будущего, а все происходит сейчас. Об этом говорит теория многомерности времени. Это теория о том, что у времени, как и у пространства, может быть не одно, а несколько измерений или параллельных течений. Идея о дополнительных временных измерениях, эта идея принадлежит Адмире Юрьевичу Сахарову. И он как раз рассматривал фруктуации пространственного времени с переменным числом временных измерений. Если вот эти измерения одно большое, а другое маленькое, то там уже можно поиграть и можно что-то вполне осмысленное сделать. И там вот возникает машина времени. Так появилась гипотеза под названием теория многих миров. Ее суть в том, что все возможные многочисленные миры могут существовать одновременно и каждый раз, проходя сквозь портал, мы будем входить в новую вселенную. На бытовом уровне можно легко себе представить это мироустройство. Земля это некий хард-диск, на котором люди задают тысячу директорий под названием Земля-1, Земля-2, Земля-3 или Земля-1000. В каждую из этих директорий помещается некая программа. И вот некто он размножает, он как бы дублирует, копирует эти директории, но у каждой директории есть свое название, поэтому мы получаем возможность к такого рода исследованию. Затем внутри каждой директории скорость времени изменяется. где-то человек еще, о которой, например, я даже еще и не родился, где-то я давно уже ушел, тысячи инвариантов. И любая высокоразвитая цивилизация, и тем более тот, кто создал все это, они не гадают, что мы будем делать завтра, у нас есть определенные планы, они просто смотрят в параллельное течение времени и получают информацию. По этой теории даже мы сами одновременно существуем во множестве миров. В одном мы только родились, в другом пошли в школу, в третьем смотрим эту передачу, в седьмом мы спустя 5, 10, 20 лет. Кстати, эта теория объясняет и такие феномены, как появление двойников и предсказание будущего. Теория параллельных миров позволила ученым и исследователям аномальных явлений решить вопрос, который был назван парадоксом дедушки и накладывал строгий запрет на путешествие в прошлое. Наша вселенная не одна, а их существует одновременно бесконечное количество копий, почти одинаковых или чуть-чуть с небольшой разницей. И когда товарищ профессор из Америки спутешествует в прошлое и уговорит маму свою его не рожать, и мама его не родит, но в другой вселенной. А в своей вселенной она его родит, в другой. Так решается, решить можно парадокс. Позволяют ли современные технологии физически совершить переход в прошлое и обратно? Возможно, ответ есть в университете города Сторс, штат Коннектикут, США. Январь 2012 года физик-теоретик Рональд Маллетт демонстрирует очередную модель машины времени. С помощью кольцевого лазера, который продуцирует циркулирующий луч света, ученый хочет доказать, что скручивание света искривляет пространство, образуя петлю времени. Сейчас мы знаем, что время находится под влиянием гравитации. Это часть моей работы. Другая часть моей работы связана с тем, что теория Эйнштейна связана не только со способностью создавать гравитацию. Все знают, что Земля способна создавать гравитацию, что позволяет нам стоять на ногах, что Солнце создает гравитацию, что позволяет Земле быть на орбите. По теории Эйнштейна, не только материя, но и свет может создавать гравитацию. Это и есть ключ. Первые идеи путешествия во времени посетила Маллита, когда ему было всего 10 лет. В 1955 году его отец умер от инфаркта. Потом ему на глаза попалась книга Уэллса «Машина времени». Каждый раз, вспоминая о потере отца, Рональд начал мечтать о создании такой машины, чтобы вернуться в прошлое и предупредить отца о грозящей опасности. Через несколько лет после этого мне было около 12. Я обнаружил другую книгу, которая изменила мою жизнь. Это была популяризация работ Эйнштейна. И эта книга была второй книгой, которая изменила мою жизнь. Даже если я не мог понять всего, что в книге, Эйнштейн говорил, что время может быть укорочено и растянуто, что вы можете изменить время. Время — это не что-то фиксированное. Лазеры, которые вы не видите на экране, продуцируют циркулирующий световой луч. Он скручивает пространство и, следовательно, время. Энергия пучков создает гравитационное поле, достаточно сильное, чтобы протащить нейроны сквозь время. Нейтрон может вращаться как маленькая рулетка, и у него есть два направления вращения, и только два — вверх или вниз. Я установил номера, чтобы подписать направление — один и ноль. И, предположим, я отправил поток нейтрона по направлению вверх-вверх-низ. Что это? Это один-один-ноль. То есть, используя нейтроны, я могу посылать информацию с помощью бинарного кода. Это то, как мы посылаем информацию. Если кто-то сможет расшифровать эту информацию, они смогут получать бинарный код. Для того, чтобы зациклить время, Малет добавил второй луч, направленный в противоположную сторону по кругу. При изменении интенсивности света пространство и время менялись местами. Другими словами, человек, идущий по направлению вперед, на самом деле мог бы идти и в обратном направлении. Немного походив там, он сможет выйти из этой области и встретить себя, еще в нее не вошедшего. Мы пока не интересуемся отправкой людей или предметов. Это не часть нашего проекта. Что мы стараемся сделать, это отправить информацию назад в прошлое. Отправка информации это более важный момент, чем отправка людей. Это также проще отправлять информацию. С этой точки зрения многомерность удивительный инструмент, который может использоваться для преодоления времени. Феноменов странностей времени, с которыми издавна сталкивались ученые, очень много. Один из них телепортация. Этот термин был введен в 1931 году американским публицистом Чарльзом Фортом. Телепортация подразумевает мгновенное перемещение материального объекта на любое расстояние. На первый взгляд этот феномен противоречит здравому смыслу, поэтому долгое время считался мистикой. Но сегодня исследователи строят самые смелые прогнозы. В будущем, когда люди научатся телепортироваться, то в основном надо признать, такого рода телепортации будут активно осуществляться, например, для перемещения из Петербурга в Доминикану. Не надо будет садиться на самолет, вошел в что-то вроде напоминающей телефонную будку, но это самым примитивным языком. Вошел в нее, закрыл дверь, открыл дверь, вышел в Доминикану. Множество случаев спонтанного перемещения людей, животных или предметов находят в древних летописях и даже в Библии. В восьмой главе книги «Деяния апостолов» например, описывается, как по промыслу Божьему, евангелист Филипп был мгновенно перемещен на расстояние порядка 80 километров. Известны случаи так называемой непроизвольной телепортации, которая происходит независимо от желания человека. Так случилось и с бывшим военным, а ныне врачом скорой помощи Вячеславом Семиковым. Момент исчезновения своего в себе я не заметил. Впрочем, как и момент возникновения себя я проснулся, меня будет. Эта история произошла летом 1967 года, когда Вячеславу было 7 лет. Жарким летом он вместе с родителями приехал погостить к родственникам в деревню. На следующий день все вместе отправились на работу в поле. К обеду детвора решила поиграть в мяч. Обычная деревянская картина. Веселый мальчишка играет в футбол, но по рассказам родителей ее сюжет изменился в один миг, как будто после вспышки фотоаппарата. Мальчик словно испарился на глазах своих родственников. Последнее, что он помнит, это чувство невероятного нервного возбуждения или эйфории. Меня искали всем этим скопом, все люди искали, искали, нашли меня в заброшенном домике, не заброшенном он получался, летней кухней назывался. Когда меня обнаружили, я увидел шум такой, знаете, вот, когда тебя поднять-подняли, а разбудить забыли. Вот такой шум-шум-шум. Родители говорят, те, что космонавты украли. Родители искали сына более четырех часов, а нашли совершенно случайно в доме, который был заперт не изнутри, а снаружи. Их ребенок, не отличавшийся любовью к порядку, спал на табуретках, предварительно раздевшись и аккуратно сложив свои вещи. Я всегда все разбрасываю. Те, кто меня знает, у меня всегда тапочки так, ботинки вот так, ровненько стоят макосинчики мои детские, ровненько стоят, аккуратненько сложенные, шортики, аккуратненько сложенные. Я разделся еще и получается лег на... Ну, там, как в деревне, там всегда шьют на табуреточке, там шьют такие пастилочки. И я на этих пастилочках, не укрывшись, вот так лежал. Но на этом загадки не закончились. Для прохождения службы в ракетных войсках Вячеслава отправили на медицинское обследование с обязательным прохождением томограммы мозга. После прохождения процедуры, не говоря ни слова, его направили в неврологический диспансер с подозрением на заболевание или необычное строение гипофиза. Оказалось, что из врачей никто мне не мог поставить диагноз. Изначально не могли поставить диагноз в военкомате врачи, отправили на диагноз в неврологию, не знаю, что там они исследовали, диагноза никакого нет. Меня держали в этой клинике 21-го числа я убежал из клиники и пришел в военкомат 22-го. Меня спросили, где документы из клиники, я сказал, что вам потом перешлют, и 24-го числа меня уже утром забрали в ванную. Вячеслав Семиков решился рассказать о своей истории совсем недавно. До этого разговоры о параллельных мирах не приветствовались в его кругах. Возможно, его случай вдохновит на исследование кого-либо из ученых. 2008 год. Швейцария. На 90-метровой глубине в тоннеле окружностью более 25 километров был построен самый большой в мире ускоритель частиц Большой Адронный Коллайдер. Его работа основана на принципы ускорения протонов, движущихся по кругу в противоположных направлениях. На высоких скоростях они сталкиваются и распадаются, что позволяет изучать фундаментальные частицы, из которых состоит вся материя. 11 декабря 2011 года ученые, работающие в Коллайдере, объявили о доказательствах существования бозона Хиггса или частицы Бога. Фантастическим примером торжества науки является последняя Нобелевская премия, которую дали за открытие бозона Хиггса на Большом Адронном Коллайдере, на машине времени, самая мощная машина времени нашего сегодняшнего дня. Так была найдена связь между четырьмя силами природы. Скрепляющий их клей это и есть бозон Хиггса. Эта частица отвечает за массу. Открытие этой частицы это ключ к пониманию возможной унификации сил природы. Это поможет привести к открытию синглета Хиггса частицы, обладающей способностью переходить в другие измерения, двигаться вперед-назад во времени и появляться в будущем или прошлом. Поле Хиггса бозонное заполняет всю Вселенную, но эта частица взаимодействия со всеми другими частицами еще задает им массы. Поэтому это очень такая важная частица. Мы живем в трехмерном мире, но время считают четвертым измерением. Недавно ученые разработали так называемую теорию струн. По ней существует бесчисленное множество измерений. Это субатомные измерения, находящиеся внутри атома. Если появится возможность путешествовать по ним, то можно попасть совсем в другое место. Предположим, мы мошки, которые передвигаемся на этой самой моронке. Предположим, я хочу передвинуться вот из этой точки вот в эту точку. Ну, как я могу передвинуться? Ну, вот так вот передвинуться. Есть, конечно, другой путь в обход обойти. Теперь, смотрите, если я немножко по-другому посмотрю, я хочу передвинуться из этой точки вот в эту точку. Ну, так зачем я пойду длинным путем в обход? Я пойду коротким путем. То есть, вот на таких конических пространствах всегда есть два пути и один более короткий. И если вы устраиваете так, что у вас свою геометрию, что свету появляется дополнительная возможность пройти более коротким путем, то вы можете построить машину времени. Некоторые ученые высказывают смелую гипотезу. Изменение привычного хода времени может быть как-то связано с неизученными свойствами человеческого организма. Но как человек может управлять временем? В июле 1993 года во время воздушного парада в Англии на авиабазе Фейерфорд произошло ЧП. Летчик-истребитель Сергей Тресвятский рассказывает, это был демонстрационный полет в составе пары на МиГ-29. Оставалась заключительная часть пилотажа двойная петля. В этот момент пилот второго самолета Александр Бесчастнов потерял из виду самолет Тресвятского. Самолеты с бешеной скоростью понеслись навстречу друг другу. Все это заняло считанные секунды. Когда в паре ведомой не наблюдают ведущего, ведущий уходит в сторону для него просматриванную. В данном случае это влево, и в данном случае это зрители, потому что зрители все справятся, за рынком полосы. После доклада Саша Кадров сказал, что не наблюдаю, сказал, ухожу влево, начал уходить влево, и здесь мы с ним встретились. По словам Трисвятского, начиная маневр, он ощутил, что столкновение неизбежно. В тот же момент время для летчика словно замедлилось. Мысленно он неторопливо рассуждал, что следует предпринять, а затем также неспеша начал действовать. Мы сейчас столкнемся, вот сейчас удар, последовал удар, темно в глазах, вот сейчас мы проверяем систему управления, ага, самолет не реагирует, дело здесь нечего, вниз посмотрел, как раз перевернулся, нам, значит, вроде зеленая поляна, но дернул ручки. Момент столкновения с проверкой системы управления самолетом до проведения системы покидания прошел 0,7 секунды. Вот, для меня это вот такой осмысленный, вполне логичный был процесс, когда я просто сижу, спокойно рассуждаю, что вот то-то, то-то, то-то. Когда началось катапультирование, Сергей по-прежнему видел все в замедленном темпе. Это продолжалось до тех пор, пока он не увидел в воздухе второго пилота. С этого момента спасительное наваждение исчезло. Взрыв, грохот, земля будто бросилась под ноги. Удивительно, но на земле никто не пострадал. Самолет Тресвятского потерял часть скрыла и упал за пределы аэродрома. Машина бесчастного переломилась пополам ровно за кабиной пилота, загорелась, а затем рухнула между топливным складом и стоянкой самолетов. Все это нельзя назвать случайностью. Опять же, вспомню тот момент, который я зафиксировал, когда я чуть-чуть ослабил перегруз для того, скорректировать высоту. А куда бы самолет упал, если бы не было вот этой корректировки? Вполне возможно, не на эту поляну. То есть, происходил осмысленный процесс, но на фоне общей информации, которая все-таки, значит, мне была дана, меня подключили к конференции для того, чтобы я это управляющий воздействие неплохой совершил. Экспертиза показала, что успеть катапультироваться и отвезти самолеты от удара по зрителям было практически невозможно. Все решили даже не секунды, доли мгновений, за которые Трисвятский сумел проанализировать критическую ситуацию и выбрать единственно правильное решение. Значит, вот в этом месте при выполнении петли я думаю, ага, нужно чуть-чуть подпустить, потому что верхняя точка у меня должно быть 1200. Я чуть-чуть отпускаю, уменьшаю перегрузку, ну, соответственно, выхожу на высоту 1250. Это достаточно необходимая точность. Дальше пошел процесс снижения. Почему я фиксировал в своем сознании, где-то осталось у меня, я потом проанализировал. очевидно, это была та доля секунды, которая нас не свела чересчур плотно. Это была как раз та доля секунды, которая нас в принципе спасла, скорее всего. У команды подводной лодки Б-409 было чуть больше времени, чтобы спасти себя и уникальную субмарину. Но и задачам пришлось выполнить побольше, чем один поворот руля. На выходе из тунисского порта Бизерты оказалось, что борт сильно перегружен. Перевес был в несколько тонн. Капитан первого ранга Николай Черкашин вспоминает, когда проблему обнаружили, время словно остановилось. В эти три минуты, пока она погружалась на... А там глубина под килем была полтора километра, это более чем достаточно, опять же произошло вот такое уплотнение времени, когда было сделано множество всяких движений, команд, действий в течение двух, полутора минут. Если их потом растянуть по времени, в нормальном времени, то заняло бы, может быть, за целый час можно было бы столько сделать, сколько было сделано за эти полторы минуты. Команда корабля действовала, как один человек. Каждый выполнял свою задачу с утроенной энергией, и время замедлило свой бег. Часы больше не имели значения, никто не считал секунды, все смотрели на другую стрелку. Смотришь на циферблат глубиномера, где есть одна единственная стрелка, она показывает тебе время твоей жизни, сколько отмерено тебе, потому что она приближается к черному сектору, за которым уже все, небытие, запредельная глубина, и она намного важнее часовой стрелки, время исчезает. Что запускает этот волшебный механизм замедления времени в экстремальных ситуациях, который позволяет человеку выжить? Сергей Попов долго размышлял на эту тему, он тоже пережил странные случаи. В 70-х годах мужчина проходил службу в армии на Дальнем Востоке. Автобус с солдатами направлялся в баню. На спуске у старой машины отказали тормоза. Перегруженный автобус занесло, водитель выкрутил руль, но это не помогло. И на полной скорости скрипучий пазик стал заваливаться на бок в кювет. Вот с этого момента для Сергея Попова время будто остановилось. Я сидел около окна, и меня очень удивило то, что когда окно налетело на камень, лежащей на земле, оно начало медленно раскалываться. То есть автомобильное стекло разлетает сразу на мелкие осколки. А тут по этому стеклу пошли трещины. И вот эти трещины расползаясь по стеклу, начинает теретка, значит, у него как бы выкрашиваться этого стекла, а остальное пространство еще целое. По словам Сергея, дальнейшее событие не поддается никакому объяснению. Он не спеша успел выбраться и удивлялся тому, как медленно вращаются колеса. Автобус все продолжал перевороты. На бок, затем на крышу. то есть он как бы медленно, как его домкратом поднимает, потому что успел выйти, успел автобус обойти вокруг, отойти от него. Потом уже для интереса просто тот же самый путь пытался повторить. То есть я примерно затратил, должен был затратить время около 7 минут. Но за это время автобус из положения 45 градусов стал в положении вертикальным. То есть для такой инерции это было очень медленно. По словам Сергея Попова, самым странным было то, что солдаты после переворота автобуса продолжали висеть вверх ногами и не падали. Неестественность ситуации добавляла пронзительная тишина. Наконец Сергей очнулся и закричал, что было сил. Закричал, чтобы они вылезали. Автобус в этот момент начал как бы складываться, встал на крышу, начал складываться и крыша приближалась к сиденьям, образовались, лопались стекла, образовались и вот во время моего крика вдруг услышался скрежет металла, звоны вот этих разбивающих стекол. Я увидел, что колеса у автобуса очень быстро крутится. Сразу закричали люди, начали выползать через эти образовавшиеся щели. То есть все приняло первозданный вид, как говорится, движение восстановилось, будем так, крики восстановились, шум восстановился, все вылезли из автобуса. Автобус полностью лег и, значит, смялся наполовину. Водителя мы вытащили, он прижат был рулем к сиденью. Все были в крови. Дальше было еще невероятнее. Когда выяснилось, что в автобусе никого больше нет и все живы, Сергей на правах медика и старшего по званию начал осматривать бойцов. Первое, что поразило его, все были словно облиты кровью, испачканное лицо, руки, одежда. Поскольку отряд ехал в бане, при себе у каждого были полотенца. Все они стали мокрыми. Но к концу осмотра никто не мог понять, откуда же кровь. Никто не был ранен или ушиблен. Все в крови, но нет ни одной царапины. У меня у самого по руке бежала струйка крови с пальцев, прямо именно лилась струйкой. То есть я закатал к гимнастерке, посмотрел, у меня ничего нет. Из пустого места течет кровь. Вот это тоже немножко так шокировало. И все, значит, нас в этот автобус набилось очень много, где-то 45-50 человек. Из всей группы людей, как говорится, была одна придавленная ладошка. Автобус превратился в искореженную груду металла. Солдаты вернулись пешком в часть. По словам Сергея, ему казалось, что все это случилось за 10 минут. На самом деле, при скорости автобуса в 80 км в час вся дорожная ситуация с момента отказа тормозов вряд ли могла длиться больше 30 секунд. Причем остальные участники события ничего странного в той аварии не заметили. Тот армейский случай Сергей Попов не вспоминал до тех пор, пока не наткнулся в архивах на похожие истории с солдатами во время войны. Там были описаны ситуации с очень медленно разрывающимися снарядами, когда за считанные доли секунды люди успевали сообразить куда спрятаться. Время для меня лично изменило ход. За счет этого возможно я спасся без проблем. Возможно этого та четкая команда которая была возможно спасла остальных солдат. то есть если автобус пришел полную негодность мы отделались вообще как родились как говорят в рубашке все. Интерес ко времени заставил Сергея Попова проделать ряд экспериментов. Он хотел проверить можно ли повторить ситуацию с замедлением времени и какой механизм ее запускает. Сергей придумал ряд действий на которые уходило ровно пять минут. По сигналу он должен был открывать ящики в каждом из которых был ключ от следующего казалось быстрее чем за пять минут открыть все замки нельзя. Так происходило всякий раз когда эксперимент шел по плану. Однако все менялось как только действовать приходилось неожиданно. Я занимаюсь читаю книгу вдруг происходит сигнал и я должен все это успеть сделать вот здесь раза три у меня происходило что время укорачивалось я успевал сделать все и у меня еще оставалось половина времени на то чтобы отключить систему то есть значит получается у человека в экстремальных условиях есть возможность ускорить свое время для выполнения спасающих действий это вот так называемые скрытые возможности человеческого организма пока к таким исследованиям наука лишь приступает у экспертов слишком мало фактов чтобы делать выводы множество гипотез еще предстоит подтвердить или опровергнуть но можно с уверенностью сказать каждое существо от нанобактерии до человека подчиняется законам времени раньше мы думали что они нерушимы сегодня наука все ближе к мысли что временем можно управлять если мы будем больше знать о нем то сможем по-настоящему познать многие тайны вселенной субтитры Продолжение следует...